Доброе утро! Мы все больше и больше усложняем и усложняем сами себе жизнь. Раньше было все как-то проще, что ли, с тем же образованием и ЕГЭ. Плохие-то оценки за экзамены были всегда, правда? Просто все знали, что в случае чего пойдут в ПТУ или в техникум получать рабочую специальность. А сейчас практически все хотят высшее образование. Для него необходимы или высокие баллы, или деньги. Ситуация складывается неправильная какая-то. Необходимость поступления в ВУЗ. А почему, собственно, эта необходимость? Она губит наших детей. Они не могут пережить низкий балл. Не могут осознать, что даже плохая сдача ЕГЭ – это просто другой вариант будущего. В конце концов, мы любим своих детей ведь не за высокие баллы, верно? Мы любим их, потому что они наши дети. Ну, об оценках мы сегодня еще поговорим, в том числе и по ЕГЭ. А пока оцените наши старания и наш утреневестник. Ровно и в срок. Краевые власти инспектируют состояние дорог в Прикамье. Считаем баллы. В регионе подводят итоги единого государственного экзамена. Солидный возраст. В Пермском крае становится все больше пенсионеров. Украшаем двор. С помощью лопатой рассады наш корреспондент попытался взрастить чувство собственника. Все любят передвигаться по ровным дорогам. Я, кстати, тоже не исключение. И точно так же все не любят, когда эти дороги ремонтируют. Временные знаки, ограничение скорости, непредвиденные пробки. Ну, что делать? Средство сделать дорогу ровной, красивой и безопасной, не ремонтируя ее при этом, увы, еще не изобрели. Весной всех предупреждали. Дорожный ремонт в Перми будет масштабным. Так оно и случилось. Автомобилисты уже движутся по обновленному дорожному покрытию Нобелинского и въезжают на Комсомольскую площадь. Ремонтные работы завершены на Беляевой и Хлебозаводской. Работы сейчас ведутся еще на 12 объектах капитального и текущего ремонтов. Сезон в разгаре. Где-то работы на начальной стадии, как, например, на улице Якутской. Где-то, как на Дороге Дружбы, на завершающей. При проведении любых работ задача номер один – это качество. Задача номер два – это сроки. Те претензии, которые есть подрядчикам по качеству, подрядчики устраняют. В этом году я не могу сказать, чтобы на текущих работах или на капитальных работах были большие претензии по качеству. По словам Анатолия Ташкевича, на 70% закончен ремонт на проспекте Парковой. Половину пути дорожники прошли на Соликамской. Продолжаются работы на Советской армии и Макаренко. В течение двух-трех месяцев обещают закончить улицу Горького. А на Ленгасово по контракту все должно быть готово уже к 20 июля. На улице Ленгасово, на участке от Веденеева до Цемлянской, дорожные рабочие продолжают отфрезеровывать старое дорожное покрытие. Кое-где приступили к установке так называемых бортов или бордюров. Но отставание от графика налицо. Сам подрядчик оценивает его в три недели. Более того, как показала проверка, бордюры были установлены выше положенного норматива. А это значит, что работу придется переделать. И вот тот плакат, который на въезде на Ленгасово висит, он, знаете, он будоражит население. И мы ежедневно получаем обращение, где люди говорят, почему на плакате написано с 12 февраля по 20 июля, а на дороге коней валялся. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы подрядчик сегодня так вот как-то, знаете, сказал с уверенностью, что дорога в Орженикидзевском районе, которая ждет все население и Орженикидзевского района, и других районов, и те, кто у нас с севера примыкают, да, к нам ездят в город, они должны увидеть хорошую, качественную дорогу. Иначе подрядчика ждут санкции. С целью контроля хода ремонта на этой неделе были организованы инспекции специалистов Пермблагоустройства и районных администраций. Усилить контроль за подрядчиками, ремонтирующими Пермскую уличную сеть, призвал губернатор Виктор Басаргин на недавнем совещании с главой администрации Перми Дмитрием Самойловым. Я прошу за качеством капитального ремонта, просто текущего ремонта, просто следить. У нас, например, все в той же улице Горького, когда я вижу, как идет строительство, какая культура там, производство. Укладываем пути, тут же укладываем асфальт, тут же подручки по этому асфальту хряпают. На улице Ленгасова подрядчик обещает наверстать упущенные сроки. По завершении благоустроительного сезона Пермяков ждут обновленные дороги. Задача следить за этим поставлена на высоком уровне. Оценить же усилия в самом ближайшем будущем сможет любой – водитель или пассажир. Станислав Уланов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Экзамены. Вы знаете, даже сейчас, когда произношу это слово, по спине такой легкий холодок бежит. Вспоминаются волнения, тревоги, ну и радость, конечно, когда экзамен уже позади. Небо сразу становится ярче, ветерок приятнее, жизнь прекраснее. Но тут, понятное дело, все зависит от полученных баллов. Письменная часть экзамена по иностранному языку уже написана и сдана на проверку. Осталось дело за малым. Всего 15 минут поговорить. Разумеется, по-английски. Ровно столько дается на устный ответ, включая время на подготовку. Этап «Говорение» – единственный способ проверить, сможет ли выпускник применить знания на деле и поддержать разговор. Правда, общаться придется с компьютером. И перед встречей с этим молчаливым собеседником ребята немного волнуются. Сначала это у меня вызвал некий страх, потому что, ну, «Говорение» – это всегда сложно. Не каждый человек воспринимает твою речь хорошо. У меня пятерка лежит, монетка под пяткой. Вот. Я думаю, что это прокатит. На самом деле это немного страшно, но это, мне кажется, очень хороший старт, чтобы, ну, как для меня, как для будущего переводчика, практиковаться в своей деятельности. Что касается русского языка, то его пермские школьники знают на отлично. По предварительным данным, средний показатель по этому предмету – 71 из 100. Это на 4 балла больше, чем в прошлом году. Почти в два раза увеличилось число тех, кто сдал русский на максимальный балл – 111 человек. Первые стобальники уже принимают поздравления. Я сдала русский на 100 баллов, и на самом деле я безумно рада, когда я первый раз увидела этот свой результат, я даже не поверила, у меня слезы побежали отчасти. И весь год я знала, что я напишу на 100 баллов, это была моей мечтой, моей основной целью. Еще один повод для гордости – царица наука к пермским школьникам оказалась благосклонна. Математику базового уровня в Пермском крае сдавали около 7 тысяч ребят. Справились с экзаменом около 97% школьников. Из них половина получили отлично. А вот тех, кто пытался списать, постигла неудача. Одно нарушение зафиксировано на математике 4 июня профильного уровня. Один выпускник в пункте города Перми пронес с собой мобильный телефон, который у него зазвонил. И два нарушения зафиксировано 8 июня на общество знаний. Одно нарушение в Перми, другое в Александровском районе. Значит, в Перми выпускник прошлых лет также пронес с собой в пункт мобильный телефон. И он у него случайно выпал в аудиторию из кармана. Как сообщает Краевое министерство образования и науки, в этом году пермские школьники лучше справляются с ЕГЭ. Такой вывод можно сделать по предварительным данным. Увеличилось число 100 бальников по географии. Их стало 9. И по литературе дети человек получили максимальный балл. Есть шанс, что уровень по иностранному языку у ребят тоже будет выше. По крайней мере, их произношение в этом убеждает. Анастасия Петухова, Дислав Рашидов, Иван Варанчихин. Телекомпания ВЕТТА. Ну вот, баллы стали известны. Самое время ими правильно распорядиться. А вот тут вот возникает вопрос. Правильно это как? Как я хочу? Или как мама с папой пожелали? Давайте-ка спросим абитуриентов и студентов в нашей рубрике «Люди говорят». Партнер рубрики «Люди говорят» – стоматологическая клиника «Чероид». С любовью и заботой. По собственным желаниям. Я по собственному желанию поступила. По собственному желанию, потому что мне нравится работа с детьми. Учусь уже год, столько всего узнала и мне нравится эта творческая работа. Нет, родители не советовали сюда идти, я сама захотела. Это собственное желание, я занимаюсь с детства дзюдом борьбой и мечта была стать у меня. Ну и в общем-то все, добился своей цели. Это было собственное желание, потому что я хотела поступить на психолого-педагогическое образование по своему желанию. Это было мое собственное желание, я очень хотела сюда поступить. Поступила сама на бюджет и была этому очень рада. Вот я достаточно давно живу на этом свете и уверен, что каждый возраст имеет свои прелести и недостатки. Мне-то можете поверить. Юность хороша тем, что все еще впереди, но чревата некоторой несуразностью. Средний возраст прекрасен высокой работоспособностью, но за работой порой, увы, не замечая жизни. Вот то ли дело, когда годы делают тебя по-настоящему солидным человеком. Тут и мир повидать можно, и для несуразности время останется. Красота. Правительство на следующей неделе рассмотрит вопрос об отказе от индексации пенсии на уровень инфляции в 2016 году, на чем настаивает Минфин. Вместе с тем, социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец категорически против такого решения, утверждая, что это противоречит пенсионному законодательству. В Пермском крае дыхание затаили, если быть точным, 784 тысячи человек. Почти каждый третий житель региона сегодня получает пенсию. Самая большая категория – около 650 тысяч по старости. Планируется, что в 2015 году число пенсионеров всего в России увеличится еще более чем на 600 тысяч человек, что отражает общемировые тенденции в развитых странах. Уже сейчас в Европе, например, соотношение между числом пенсионеров и числом работающих – один к четырем. То есть один работающий, можно сказать, кормит одного пенсионера, потому что именно от количества работающих зависит количество налогов. И понятно, что пенсионеры – это не та категория, которая платит налоги. Бюджет пенсионного фонда, при том, что государственная казна насчитывает около 13 триллионов рублей, порядка 7 триллионов. Только в Пермском крае в 2015 в качестве пенсии будет выплачено 120 миллиардов рублей. Индексация пенсии в 2016 может потребовать дополнительного трансфера из федерального бюджета, по официальным данным, в размере 320 миллиардов рублей. К 2017 дефицит может превысить отметку в 1 триллион рублей. Ну, не дадим мы, значит, этот триллион на пенсии. Ну, предположим, отдадим этот триллион, значит, ну, условно говоря, давайте на строительство дорог. Вот. Мы сами можем сказать, что после этого у нас в стране будут идеально ровные и, так сказать, нормальные дороги. Мы с ним скажем, что нет. Ну, поэтому, если говорить, выбирать между дорогами и людьми, то, в принципе, это нормальный президент скажет, давайте все-таки мы сохраним людей. В Европе и США, рассказывает Татьяна Миролюбова, проблема стремительно стареющего населения решается за счет иммигрантов. Другое направление приложения усилий – переобучение людей трудоспособного возраста новым перспективным профессиям. Возможного повышения пенсионного возраста не исключает глава государства. Главный аргумент против – продолжительность жизни в нашей стране. Мужчины по статистике в случае повышения планки до пенсии могут просто не дожить. Отличает нас и сам принцип организации пенсионного обеспечения. В Европе, например, человек сам платит отчисления, делает в пенсионный фонд от своего дохода. В этом случае это зависит от того, какое он место занимает, какую зарплату получает и так далее. То есть здесь это бремя не переложено на работодателя и стимулирует таким образом работодателя выплачивать большую зарплату сотрудникам. В отличие от нашего случая, когда чем больше платишь зарплату, тем больше ты отчисляешь потом в пенсионный фонд. В пенсионном фонде настаивают о пенсии. Нужно думать уже сегодня. Порядка 300 тысяч пермяков трудоспособного возраста официально не заняты в экономике. А значит, за их достойную в финансовом отношении старость они смогут спросить лишь себя. Расчеты показывают, к 2025 году количество пенсионеров и работающих граждан, официально трудоустроенных в экономике, сравняется. Станислав Уланов, Иван Варанчихин, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Вот сказок о собственности очень мало. А самое лучшее, это, пожалуй, сказка о трех медведях. Помните, кто сидел на моем стуле, кто ел из моей чашки, кто лежал на моей кровати. В общем, правильные были медвежата. А вот и сюжет про взращивание чувства собственника в свободное время. Хочешь изменить мир вокруг? Начни с себя. Хочешь жить в красивом месте? Начинай с собственного двора. В общем, сегодняшний выпуск свободного времени мы посвятим... Деревьям, помидорам и цветам. То есть благоустройство. Не то чтобы мы заразились садово-огородным вирусом. Просто на днях довелось мне побывать во дворе, где к красоте относятся как к первому шагу в воспитании настоящего собственника. Руководитель ТСЖ Уинская-8 уже поразил пермяков однажды, организовав картинную галерею. Теперь на очереди цветы у дома. Самая главная цель, что люди должны почувствовать себя были собственниками. То есть все, что делается, вот это благоустройство, озеленение, высаживание цветов, это очень трудоемкий труд. Люди у меня работают с утра до вечера, рассаживанием занимаются, и поливом, и ухаживанием. И поэтому прививаем культуру такую жителям своим, что вот все, что делается, это делается на ваши деньги, на ваши денежные средства. Вот уважайте труд и уважайте красоту и все благоухание, которое здесь вокруг дома находится. Впечатлевшись таким примером, мы с сыном отправились учиться чувству собственника в собственном дворе. Запаслись рассадой и начали с малого, то есть с работы лопатой. Сноровки было немного, поэтому копали долго, но в конце концов справились. Грядку мы вскопали, теперь можно сажать. Сажать решили дерево и немного цветов, чтобы был полный комплект. Вооружившись познаниями о садоводстве из интернета, в специально выкопанную ямку общими усилиями посадили первое в жизни юного чада дерево. Первое посаженное в жизни дерево – это всегда огромное событие. Пусть даже человеку всего лишь 8 лет, а дерево – это небольшая калина, которая еще неизвестно, приживется или не приживется, но абсолютно точно ясно, что когда этот человек вместе со своими друзьями будет носиться по этому двору, вот здесь он будет ходить особенно осторожно и уж точно ни соринки не выбросит. Впечатлевшись собственным успехом с посадкой дерева, продолжили по намеченному плану. Небольшую грядку рядом с калиной украсили маленькой клумбой. Следующий этап нашего дворового мини-благоустройства – это высадка цветов. А как они называются? Ну вот эти желтенькие, по-моему, называются багрянцы. Абсолютно точно здесь есть один отдельно взятый помидор. Только не спрашивайте меня, зачем. Это такая, знаете, надежда на русское авось. А вдруг вырастет? Пригодится. С помидором угадали. А вот цветы, как оказалось позже, все-таки бархатцы, а не багрянцы. Но в нашем случае главное не название, а процесс зарождения чувства собственности. А здесь важны все этапы. Не только украсить кусочек двора, но и прибраться за собой. Последний этап нашего дворового благоустройства – это, конечно же, вывоз мусора. Собираем коробки. Подержи, пожалуйста, аккуратненько. Вот так. Какие-то подложки, обрывки. Вот сюда. Пустую бутылку. И готовимся вынести подальше. Ну и самое главное – не расстраиваемся, что у нас не хватило воды на полив. Судя по небу, скоро начнется дождь. Он-то нам и поможет. Следующий шаг – это работа по сохранению и уходу за саженцами. Тут, конечно, потребуется побольше сил. Ощущение собственности взращивается долго. Но иного варианта нет. За один вечер мир вокруг лучше, увы, не становится. Но у нас для этого еще будет свободное время. Вот как на духу. Признаюсь вам, друзья, что иногда мне, ну, как, наверное, и многим, становится очень нелегко. Вот прямо до того, что руки опускаются, и делать ничего не хочется. Я думаю, таких моментов в жизни хватает у всех. Согласитесь. Но вот герои нашего следующего рассказа доказывают, что останавливаться и отчаиваться – это последнее дело. Вот уж действительно, слабый ищет оправданий, а сильный – сильный находит возможности. Герои рядом с нами. Иначе Александра Легостаева и не назовешь. Саше 29. У него тяжелая форма ДЦП. И он спортсмен. От его наград в квартире глаза разбегаются. Саша, ни много ни мало, чемпион России по буче. Это такая спортивная игра с мячом на точность. Отдаленно напоминает боулинг. Известный еще со времен Римской империи. Надо сказать, что Саша, несмотря на недуг, с самого детства стремится к самостоятельности. Не ноет, не садится родителям на шею, а проявляет упорство в любом начинании. От учебы до помощи родителям. Сам достает пылесос, подключает его и пылесосит. Это есть такое. Как-то он, ты его застала, что он пол мыть начал. Маме хотел помочь, но это было еще раннее детство. На даче грядку ему выделяли. И он у него самая чистая грядка. Садил. Да, на коленках ползает и сорняки дергал. И сам сажал. За грибами выезжали в лес. То есть машина его оставим. Грибов вокруг тоже не оставим, и уходим подальше, а он тут вокруг все берет. Сам собирает пузы, и ты собираешь, что делаешь. Не меньшие герои в этой истории – родители спортсмена. Общеизвестный факт – среда формирует сознание. Сашина мама – большая оптимистка. От ее улыбки и энергии, как поется в песне, в доме всем светлеет. Когда Саша родился, и стало понятно, что у ребенка проблемы со здоровьем, руки не опустило. Я всегда была веселая, что в институте училась. Была такой колокольчик всегда. И когда меня вот жизнь немного ударила, я год, как говорится, поплакала, а потом стала возрождаться снова. Что делать? Жить надо. И радоваться жизни. Так что, ну, благодаря, конечно, поддержке. Мы друг друга поддерживаем. В своем месте, да. Папа – человек волевой. Это он, можно сказать, воспитал и сына чемпиона. Когда встал вопрос, чем заниматься Саша, отец семейства поменял профессию. Стал спортивным тренером Александра. Сегодня они оба работают в школе адаптивного спорта. Благодаря спортивным соревнованиям они побывали в десятках стран. У Саши по всему миру много друзей. Некоторые даже приезжают в гости. Родители такой коммуникабельности только радуются. Из-за Сашиного жизнелюбия в его жизни случается немало чудес. Однажды он принял участие в конкурсе, где разыгрывалась поездка в Сочи на Паралимпиаду. И выиграл. Четыре-пять дней, да, мы там ходили на соревнования. И в горы нас туда закидывали, на горный кластер. И слэш-хоккей смотрели, и керлинг смотрели. Ну, паралимпийские вот эти все виды. То есть вообще замечательно. Такой подъем был с этой Олимпиадой. Фантастика. Фантастика. И так понравилось это вообще. Сегодня Саша готовится к участию в чемпионате мира по Буччи. Чем успешнее он выступит, тем больше шансов попасть уже в качестве участника на ближайшую Паралимпиаду. Секрет успеха этой семьи – любовь и трудолюбие. А еще – открытость миру, без которой не случилось бы в их жизни счастливого развития истории. Все вот эти вот закрывания дома, никуда не ходить, это зависит еще от того, что стесняются люди. И совет наш – не надо стесняться своего ребенка. Он что-то может. Покажите это то, что он может. Ему самому понравится. Ну что же, о погоде и пробках с утра узнать самое то. Но чтобы спланировать день правильно, неплохо бы еще взглянуть, что газеты пишут. Причем все разом. Партнер проекта – компания «Мегастрой». Оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами. «Пермяки могут получить путевки на невостребованные места в детских садах», пишет новый компаньон. В Перми продолжается кампания по выдаче направлений в детские сады. Первый этап проходил с 1 по 16 июня по возрастному и территориальному принципам. В первую очередь места предоставлялись детям старшего дошкольного возраста и детям льготников. С 22 по 25 июня будет проходить выдача направлений на невостребованные места в случае отказа родителей от места или неполучения выделенного направления в этот период. Направления будут также выдаваться родителям и законным представителям, которые заранее в заявлении предупредили о переносе срока получения путевки по уважительной причине. Все направления распределяются на основании регистра детей по дате рождения. Найти информацию о том, в какой детский сад распределен ребенок, можно в районных отделах образования и на дошкольном портале в личном кабинете родителя. График выдачи направления в детские сады на невостребованные места также размещен на дошкольном портале Перми. С начала сезона в прикамье с жертвами клещей стали более 14 тысяч жителей, сообщает бизнес-класс. За период с 12 по 18 июня в медицинские организации и сезонные лаборатории Пермского края с присасыванием клещей обратилось 1702 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 1,2%. По информации Краевого Роспотребнадзора, всего с начала сезона с присасыванием клещей обратилось 14 129 человек, что также больше числа обратившихся в прошлом году. В том числе зафиксировано 1829 случаев среди детей до 14 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, объем выданных кредитов сократился почти в два раза. Непосредственно в апреле банки выдали 1119 кредитов на сумму 1,46 миллиарда рублей. Пока это лучший результат за первые четыре месяца 2015 года. Несмотря на то, что в апреле стартовала государственная программа субсидирования ставок по ипотеке, объемы выдачи кредитов в этом месяце не сильно выросли по сравнению с январем-мартом. Пермские риэлторы объясняют это тем, что заявки, поданные потенциальными заемщиками, в апреле еще не успели превратиться в выданные кредиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ловушка для простаков. Народный фронт постарается обезопасить пермяков от грабительских процентов черных кредиторов. Деятельность незаконных микрофинансовых организаций стала острейшей проблемой не только в Прикамье, но и в России в целом. По сведениям агентства ФИЧ, в стране сегодня 40 миллионов должников, из которых 5 миллионов просрочили платежи по кредитам. Просрочки вполне закономерны. Платежи по кредитам некоторых микрофинансовых организаций доходят до 1300% годовых, а 10 тысяч до зарплаты через месяц превращаются в статысячные долги, которые порой выбиваются с применением физического насилия. При этом, как показывает практика, в долговые ямы жители страны толкают отсутствие элементарных финансовых знаний. Подробности читаем в свежем номере газеты «Деловой интерес». Вот нынче, говорят, все дорожает. Куда ни кинь взгляд, рост цен. Оказывается, не везде. Недвижимость, он дешевеет. Правда, пока лишь офисная. Об этом сегодня в рубрике «Правила денег». Партнер рубрики «Правила денег». Компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день. Офисная недвижимость в Перми продолжает дешеветь. В мае средняя цена снизилась на 1%. А если сравнивать с началом прошлого лета, то квадратные метры в офисах стали дешевле в среднем на 10 тысяч рублей. Но это в среднем. В разных районах города ситуация с ценами разная. В большинстве в мае они снижались. А в Ленинском и Арджиникидзовском средняя цена квадратного метра увеличилась на 4,5 и 1,5% соответственно. Самые дорогие офисы сегодня предлагают к продаже в Ленинском районе. Свыше 60 тысяч рублей за квадратный метр. Минимальная цена в индустриальном – 36 тысяч. Наибольшее количество предложений в мае находилось в ценовом диапазоне от 55 до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Стоит присмотреться к Дзержинскому району. Здесь за месяц предложение увеличилось на 27 единиц. А также к Свердловскому. Здесь свободных площадей больше, чем в остальных районах города. Всего же на офисное помещение приходится треть от всего объема, выставленной на продажу в Перми коммерческой недвижимости. Это были правила денег. Заговорили о деньгах? Вспомним и о налогах. Хоть и не хочется вспоминать, а надо. Все-таки налоги – это, наверное, то, что делает нас по-настоящему гражданами. Ну, а если отбросить патетику, просто хочется, знаете ли, спать спокойно. Подведены предварительные итоги декларационной кампании 2015 года в Пермском крае по доходу на налог на доходы физических лиц. Согласно данным Краевой фискальной службы, декларации в регионе сдано больше почти на 10%, чем в прошлом году. Выросла и сумма уплачиваемого налога. Сумма к доплате по указанным декларациям у нас тоже больше на почти полмиллиарда рублей и составляет свыше 1,2 миллиарда рублей к уплате. Но декларации у нас также физические лица сдали и на социальный и имущественный вычет. То есть не только к доплате, но и к вычетам. Поэтому на сегодняшний момент проводятся камеральные налоговые проверки указанных деклараций по предоставлению вычета физическим лицам. Возврат налога, если это обоснованно, произойдет в течение месяца после окончания камеральной налоговой проверки. Отметим, что число людей, пользующихся такой возможностью, постоянно растет на протяжении последних лет. При этом в 2015 году эта сумма составила 2,8 миллиарда рублей. Это больше, чем к уплате. Кроме того, на сегодня только половина из тех граждан, что должны были отчитаться за свои доходы, сделали это. С ними будет вестись отдельная работа. За непредставление налоговой декларации для физических лиц, если у них есть обязанность ее представить, и несвоевременно представлена, предусмотрена налоговая ответственность в виде штрафа. В данном случае у нас штраф зависит как от суммы налога и подлежащего уплате, так и от количества месяцев. Отметим, что согласно представленным декларациям, 8% жителей Пермского края имели доход от 1 до 10 миллионов рублей. Полпроцента указали в декларациях сумму от 10 до 100 миллионов рублей. И в пяти декларациях доход составил свыше 1 миллиарда рублей. Андрей Вылежнев, Иван Варанчихин, телекомпания «Ветта». Мы – это то, что мы едим. Расхожая фраза, которой далеко не всегда удается следовать, правда? Ну как, скажите, отказаться от вкусненького, когда оно очень хочется? Но вот кто следует здоровому образу жизни и питания, так это наши с вами дети. Ну еще бы, позволив себе лишнего, мы непременно проследим за тем, чтобы у них на столе все было абсолютно правильно. Партнер проекта «Детское питание Семицветик». Чтобы ваш малыш всегда был здоров. Молоко и молочные продукты являются практически самой первой пищей ребенка. Именно благодаря им происходит рост костной системы ребенка, развитие его пищеварительного тракта, правильное формирование нервной системы. В настоящее время, по мнению большинства педиатров, введение кисломолочных продуктов в рацион малыша оптимально в возрасте 8 месяцев. И если раньше наши мамы и бабушки совершали ежедневную прогулку на молочную кухню за порцией кефира, то в наше время есть другие варианты. Так совсем недавно на полках магазинов появились яркие стаканчики «Семицветик». Кисломолочная продукция кировского производителя сразу привлекла внимание мам тем, что рекомендовано к применению в детском питании с 8 месяцев. Оказывается, в отличие от традиционного кефира, биопростокваша и биоряженка от «Семицветика» имеют гораздо меньшую кислотность, что делает их идеально подходящими для детского пищеварения. Мы привыкли с вами кефир, йогурты. У него очень большая кислотность. А дети наши не все могут переносить, особенно кто переболел кишечными инфекциями, у кого-то какие-то были нарушения. А здесь кислотность низкая. Если у кефира 90-110, то здесь 60-80. По тернеру кислотность определяется. Поэтому порой дети лучше переносят эти продукты, нежели чем совершенно знакомые кефиры и йогурты. Но дело не только в кислотности. Оказывается, известную рекламную фразу «не все йогурты одинаково полезны» можно перефразировать иначе. Не все бифидобактерии одинаково полезны. Важно, чтобы они попали в организм малыша в правильном состоянии. Особенность данной продукции, что мы привыкли, что добавляются обычно неактивные бифидобактерии. Пока они потом размножатся, еще что-то. А здесь в активном состоянии идут. То есть это жидкая форма, добавляется уже в активном состоянии. Потом она проходит термостатную обработку и потом ее охлаждает. Именно потому, что в биопростоквашей биоряженке бактерии находятся в таком живом состоянии, срок хранения продукта очень мал. Причем на полке магазинов семицветик попадает не более чем через 5-6 часов после выхода с завода. И все же это для мам крайне важно, что продукт запатентован и является научной разработкой, подтвержденной клиническими исследованиями. Дети всего этого не знают, зато им нравится мягкий вкус семицветика и яркая веселая раскраска стаканчиков. А в этом случае хороший аппетит обеспечен. Друзья, вы стихи любите, а? Вот я, к примеру, очень люблю. Хлебом не корми, дай что-нибудь свеженькое почитать. И поэтому Светлане Федотовой очень завидую. У нее для нас как раз стихи на книжной полке. Спонсор рубрики Кредитный потребительский кооператив Уральский фонд сбережений Сберегательные программы и займы Здравствуйте! С вами прекрасные книги и я, Светлана Федотова. Сегодня у нас самое прекрасное, что только есть на свете – книги стихов. Каждый бы хотел писать стихи, но почти ни у кого не получается. Настоящих поэтов всегда один на миллион, а в Перми их традиционно больше, чем в целом по стране, но меньше, чем нам бы девушкам хотелось. Запомните эту фамилию – Бахарев Черненок. Он – поэт. Это его уже вторая книга под названием «Релика». Зовут его, кстати, Антон Палыч. Имя с отчеством он оправдывает полностью. Стихи у него тонкие, прозрачные, с налетом грусти, но при этом невыразимо прекрасные. Книгу выпустило пермское издательство «Сенатор». И по секрету вам скажу, что все, что издает «Сенатор», можно и нужно покупать. У них нюх на подлинности, на талант. Так что велика вероятность, что наш Антон Палыч когда-нибудь станет классиком. Если же посмотреть на российский поэтический небосклон, то там ярко сверкает звезда Веры Павловой. Вот одна из множества ее книг – «Либретто». К стихам Веры Павловой я бы применила слово «обжигающие». Некоторые из них похожи на удар под дых. Другие – на запах сирени, третьи – на рассвету моря. Почитайте просто за тем, чтобы понять, какие кружева можно сплести из обычных букв. Не исключаю, что спустя век через запятую будут говорить Марина Цветаева, Анна Ахматова, Вера Павлова. Наша следующая книга к стихам имеет непосредственное отношение. Лина Кертман «Воздух трагедии», главы ненаписанного романа. Книга имеет посвящение людям, которые хорошо известны в Перми. Светлой памяти родителей Льва Ефимовича Кертмана, Сары Яковлевны Фраткины, рано ушедших мужа Михаила Копысова и сына Кости. Да, Лина Кертман выросла и состоялась как профессионал в Перми. Сейчас она живет в другой стране, книга же вышла в Санкт-Петербурге. Она о семье Марины Цветаевой и Сергея Фрона. Автор соединяет их тексты, а также то, что написано их детьми, в такой последовательности, что знакомые вроде бы факты приобретают новые звучания, обнаруживаются скрытые пружины поступков и неожиданные переклички. Всем, кто чтит память Льва Ефимовича Кертмана, кто помнит Сару Яковлевну Фраткину и кто любит Марину Цветаеву, читать обязательно. Эта книга написана кровью и соответствует своему названию «Воздух трагедии» на все 100%. А на следующей неделе нас ждет тоже непростая книжка о судьбе купцов из Чердани. «Алины. Трагедия рода». Вот если вы не прочь совершить незабываемое путешествие в самое загадочное место на свете, в глубины человеческого сознания, смело отправляйтесь в эти выходные с детьми на мультфильм «Головоломка». Как говорят мультипликаторы, после просмотра управлять своими эмоциями будет проще. Ну что ж, давайте проверим. Идем в кино. Партнер рубрики «Мебельный салон Татьяна». Татьяна. Качественная мебель на заказ по разумной цене. Здравствуйте. Вам требуется какая-нибудь помощь? Нет. Перейти улицу? Нет. Перейти в ваш садик? Нет. Помочь? Нет. Ой. Здравствуйте, дорогие мои киноманы. В своих программах я обычно рассказываю о фильмах, но сегодня я решил рассказать вам о человеке, который создает фильмы. Вернее, мультфильмы. Речь пойдет о Пите Докторе. Почему о нем? Да потому что он снял и придумал любимые мультики моих детей. Здравствуйте. Держись. А-а-а. Где мы? А это что еще? А-а-а. Я ему нравлюсь. Фу. Кыш отсюда. С этим спутниковым навигатором невозможно потеряться. Пит родился в 68-м году в Америке и с детства любил смотреть мультфильмы. В 70-х он пришел попробовать силы на экспериментальную студию визуальных эффектов, впоследствии назвавшую себя Пикса. С тех пор под его авторством вышел не один десяток мультиков. Но как к режиссеру успех к нему пришел, когда он снял корпорацию монстров. Привет, Салли. Здравствуй, Салли. Привет, Велика. Здорово, парни. Удачи, мистер Салливан. Тихо, не видишь, мешаешь работать. Ой-ой-ой. Прости. Жуки-бяк, жуки-бяк, жуки-бяк. Стоп, ребенок. Не надо паниковать. Надо бежать. Как рассказывал сам Пит, он придумал этот проект, чтобы его маленькие дети не боялись оставаться в темноте. Когда фильм выходил в кинотеатры, а это было как раз после американской трагедии 11 сентября, продюсеры были готовы к провалу. Но как ни странно, после трагедии люди шли в кино на этот мульт, чтобы снова поверить в добро. На этой неделе выходит очередной проект Пита «Головоломка». И на этот раз мы узнаем, что же на самом деле творится у нас в головах. Ладно, демонстрация силы. Кулаком по столу хотелось бы. Нет, только не это. Райли, это что за неуважительный тон? О, кому-то наш тон не нравится. Стоп, 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 тихо. Да что вы прицепились? Нормально все. Высокие уровни дерзости. Так, багровеем лицом. Вывести угрозу на табло. Ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, напросился папаша. Да? Ну и, ну и... Полная готовность снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на взводе. Достали меня. Огонь! Так, марш в комнату. Не знаю, как вы, а я не пропускаю ни одного мультика этого режиссера. Поэтому я беру детей в охапку и иду в кино. Я прекрасно помню, что были времена, когда мы гордились тем, что столица нашей Родины признана самым дорогим городом в мире. А сейчас Москва на 50-м месте. А вот хорошо это или плохо? Да просто прекрасно, я считаю. Самый дорогой – это ведь не значит, что самый благополучный. Отлично помню двухтысячные. Везде писали, ну надо же, Тверская входит в пятерку самых дорогих улиц мира по стоимости аренды магазинов. Ах, как здорово! А вы купить в этих бутиках что-то пробовали, а? Брендовый костюм за 150 тысяч рублей, нет? Нет, знай наших. Разумеется, дичайшие цены были обусловлены ценой барреля за 130 долларов и ценой доллара в 24 рубля. Сейчас и баррель вдвое дешевле, и доллар в два с лишним раза дороже. А значит, и диких центов уже нет. Ну вот и славненько. Еще одна причина – мы научились экономить. Реже ходим в рестораны, меньше пользуемся такси и не скупаем все подряд в магазинах. А ниже спрос, меньше цены. Так что давайте-ка будем самой комфортной страной. Ведь это куда важнее сомнительных званий. Хорошего дня и удачных выходных! Сегодня в Перми плюс 21, плюс 23 градуса. Малооблачно, преимущественно, без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-восточный. 3-4 метра в секунду.